Девушки отдыхают 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 связан с войной против мутантов против монстров всяких то есть far cry без этого для меня уже как-то ну не far cry совсем даже я даже не понял почему 2 far cry носил название far cry а не что нибудь другое там то есть ну потому что 1 far cry наверно стрельнул даст это был там революционная графика все такое для 2004 года поэтому надо было по умолчанию в только блять не работает что-то по умолчанию ничего здесь о боже ох уж эти олфажные игры но это просто охренеть своим блять управлением по умолчанию который них ранее работает вот здесь прилечь и лежать по умолчанию в видит я я вот кнопку вы вообще не трогал почему-то еще блять жопой зацепился что за перекладину конец вот четвертый far cry а я уже честно даже играть не стал бы увидел этого блондина пидорка нутова который был принят призван заменить вас у в роли главного злодея как я понял в курсе этого сюжета дурацкого который там сделали я вот миссию пролог прошел выложу первый взгляд и все на этом для меня игра far cry закончилась мне не очень не нравится эта серия шутанов вот естественно я не буду первую часть летсплеить проходить ее заново потому что эта игра настолько старая что ее прохождение можно найти в виде картинок блять на стенке гробницы рамзы со второго и моего реально если посмотрите на картинки это блять это летсплэ это первый блин древнеегипетский летсплей этой игры да отлично но теперь пойдем пойду настраивать кнопку действия которой тоже нет конечно потрясающе как классно играть так смотрим где тут действие лежать идти присесть прыжок движение так сообщение блин действие даже здесь может они думают что кто-то на геймпаде будет играть в эту игру так и геймпад не работает может это было игра рассчитанная на шлем читающей мысли да на нем играть кто ты чего я должен доверять тебе вот ох уж это важная анимация диалогов главного героя каждый раз когда ты говоришь что должен взмахнуть руками и что-нибудь такое сделать логично и что же то есть жестикуляция такая особенно меня убивал этот как его в космической стрелялки-то фрилансер этот тренд который такое ощущение что знал только два слова в своей жизни тренд меня зовут трэм тренд я тренд здравствуйте тренд тренд здравствуйте тренд да ну здесь конечно напоминает одновременно сразу все улт важные шутаны где есть бронежилет да ты подходишь подбирать броню это начиная с дума с 1 реала всяких долгое время ну и до сих пор вольфенштайнах конечно же это все есть о я чет не помню чтобы у меня было чтобы тут нож был в этой игре нож с открывашкой для пива на кончике лезвия отлично стелс стелс удался я звук выстрелов специально убавил угадайте чего опять нет кнопки перезарядки можно было покопаться и настроить все конечно сразу ну уж очень было лень сразу и сразу не поймешь какие какие кнопки тебе пригодятся отвык я такого атаки холдфаж нахреной не привык что зашел в игру под покрутил графику звук подкрутил все готово а тут да тут ты же посмотри я помню что я по моему играл в эту игру еще на своей nvidia 5 200 по моему видеокарте то есть это бы это были у меня не максимальные настройки в этой игре потому что вы чё тут нихрена джунгли листья трава реалистично все сейчас конечно это смотрится все как чертов марио не знаю но в свое время игра конечно стрельнула все вот эти остальные вот важные шутаны они там и плавать было не так интересные миссии не такие интересные сюжеты а ну еще здесь открытый мир конечно большой это тоже круто у него у этого снайпера на вышке блять дальность обзора как сука у тяжелого ду мауса world of tanks бля ничего не увидел и по куда вы куда летят мои пули они вообще ну естественно что здесь в идеале надо было проходить по стелсу я так думаю что вот это место по крайней мере здесь потом бы были такие миссии где вообще оружие отбирают вываливают на вас кучу моба в джунглях и надо там по ручейку по ручейку плыть чтобы они вас на вас не согрелись это все было огонь конечно он физика объекта обалдеть куда он бежал чё он бежал вот я в общем то чё происходит блять как он увидел через стену палатки где ёб твою медь сущара я понимаю что это реалистично что брезент простреливается насквозь но а наверно он по шагам понял где я нахожусь сука я не могу серьезно играть уже в эти старые игры сохранять серьезность какую-то да пошел он еще медленнее может этим ножом размахивать там опять этот читак в этой палатке граната взорвалась у него в общем-то почти что под носом и ничего ему с этого не стало м очка сигнализацию включил сигнализацию выключил но что-то никто не приехал я смотрю на помощь на прилетели прямо в вертолете их я так понимаю нельзя замочить до откуда здесь машина как-то странно не сейчас высадились плюс очень 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 много пуль они вся принимает прежде чем сдохнуть мне кажется смотрите он он перед смертью все-таки умудрился взять на прощание своего друга за член и умер счастливым их даже не разлучить с даже смерть не смогла и разлучить его и тут и тут же еще какой-то негр кричит чтобы ему отсосали но на видно что с 2004 года в европе идет гейская пропаганда галтела вот мне еще понравилось что здесь вся суть игры это да через весь остров добраться из точки а в точку б то есть такая довольно необычная для того времени за до задачка если обычно было как уровень прошел тебя телепортировали на следующий уровень добро пожаловать если не брать во внимание конечно такой шедевр как ксену с точки кипения хотя он помню немножко позже вышел вот а здесь именно вот . . бы это идешь постоянно вот автосохранение потом местность вроде как давай вывозить местность не очень меняется на меняется зато монстры появляются какие-то все довольны по приколу было здесь что я вот не помню чтобы в начале игры на джипе катался ёпта так даже рэмбо не умел нихрена его взял на таран дальность отрисовки объекта тоже поражает воображение идешь и видишь что деревья впереди как будто из бумаги вырезаны знаете для конца оформление детской комнаты в детском садике чтобы по периметру расставить и рассказывать что это джунгли у героя очень медленно копится выносливость то есть для спринта надо выносливость копить я не знаю санатории наверно надо съездить вернуться и только тогда сможет он по спринтовать минуточку черт мне нужна машина попробуем мочкануть в один в блять да сука ёптвою мать да что ж такое то не надо было сложность убирать надо было надо было на изи играть и не выезжаться ай опять зяплевать отлично вообще надо было в тачку запрыгивать без тачки вам бесполезно с ними воевать у кого пулемет и машина тут и прав а еще вам были будут лодки полеты на дельтапланах то есть они молодцы они постарались в эту эту игру напичкали всякими прикольными штуками которых раньше до этого в общем-то в играх не было но забавно забавно даже даже шутить ничего не хочу по этому поводу он так похож на дуэна джонсона у которого автомат застрял в очке что даже неприлично взялся сука сколько он пуль выдерживает это блять терминатора нахуй да ёбаный насос да что ж так это в терминатора меньше пуль в фильме всаживали помимо чего этого чувака это он загибался от этого я чуть не врубаюсь как играть в эту игру на сложности наверно по просто по дикому стелсу надо ходить вот я не знаю как подкраска к этим двум голубцам что вроде в голову попадая а вроде и пофигу наверно пуля мозг не задевает ибо искусственного мозга в то время еще не придумали ночью в это хоть раз у него ствол более прилично лежит пошли в жопу нас не догонят давай бля вывозить не знаю как сесть за пулемет в этой тачке а он тут по моему я сам себе в бензобак сейчас выстрелил мне кажется так где сложность убрать нахер она очень высоко а нету сложности вообще заебись да я уверен я же ничего блять не сделал это это еще обучи блять да как ёбаный юбисофт что что за хуйня так и нашелся такое как там кажется внутри главы отдельно лежат сохранения попробую обойти этих чуваков с воды ну жопу меня 30 холсов хотя я вот не прям у меня вроде полоска жизни полная практически да но цифры холсов всего 30 то есть а если 100 холсов будет это на чё вот до самого радара что ли растянется эта полосочка чуть ни хрена не врубаюсь вот он стелс было был бы еще глушитель какой-нибудь на моем автомате ёб твою мать что это было на попробую взорвать этот вражеский джип гранат его одни запчасти полетели тот чувак тоже помер ах ты ёб твою мать высорите еще одни да ну нахуй да как так-то блять сука нихуя я днище что-то я вообще не рублять катер то откуда взялся а если катер убью чё вертолет прилетит что это за игра ёб твою мать как я проходил помню что юбля проходил очень сложно игра показалась меня бля дико сложный в некоторых местах особенно где на тебя начинают попадать эти крокодила люди блять с гранатометами да смотрите одно попадание у меня пиздец здоровье но это я еще не последнюю сложность выбрал предпоследнюю прямо между глаз пожаловался он он пожаловался что между глаз попали опять так и эти а эти их туры летят настолько медленно что можно конечно отбежать но есть сплэш блять я вторую машину тоже взорвал сука гениален надо как-нибудь еще раз осторожнее бросать эти долбаные гранаты лодочку отжать 1 высадили все лодка моя до сучка все теперь я смогу оплыть нахер этот этот остров и не бегать по нему пешком как тут сохранится настройки управления где-то быстрое сохранение сделать скриншот сделаю скриншот в группу выложу чтоб все охренели она тут нет быстрого сохранения сколько вижу это многое объясняет почему я проходил эту игру так долго и почему во второй части приходится по 20 минут постоянно ездить только не на мель только не нами покатай меня вальку оу смотрите он занял место пулеметчика нету он он решил выйти это была его остановка блин офигеть какая графика хотел хоть один бы этот приборчик работал хочу нибудь показывал о сохранение насколько я помню у этого корабля уже босс будет это вертолет доебись провались господи да как они блять так попадают я же вижу как мой мой почему почему мой катер нихера не попадая как из гранатомета кстати бахнуть чё это было приманку на рыб наверно вылевать да да вертолет охрана только это по мне начало игры нихрена битва с вертолетом это же по моему серединка была нет я наверно спидран по ходу записываю хотя сам не в курсе я тут плаваю стреляю из пулемета что-то вертолет охраны не чешется по моему может у меня какой-то фар край с модами не знаю пробраться внутрь разрушенного корабля мне кажется что вот я уже внутри или это не внутрь этот откуда взялся если бы не кровь мне показал что он просто наслаждается этим экзотическим курортом так там пацаны уже высадились надеюсь себе в дыру иди выстреле придурок о наконец-то он я же забыл да что здесь между уровнями за джек джек карвер по моему завода я вот только не понял сюжет этой игры зачем этот чувак который если он как бы не такой хороший парень как кажется зачем он джеку помогал всю игру то есть вот этого я что-то я забыл этот сюжет бля плавать тут вообще сложно он чуток кроном за ты слышал отряду альфа немедленно явиться на заправочную станцию немедленно явиться на заправочную станцию штурмует спецназ ёптать да вашу мать никакого стелса но нету оружия с глушителем значит стелса нет не ножом же их резать да конечно эти да и чё чё все пришел конечно эти олд важные игры не знаю кто там сейчас способен наше время играть них и как-то ностальгировать ностальгировать да о какая раньше была дерьмовая графика но стали джей то есть сейчас они вызывают только улыбку и в общем-то играть их скучновато ну прошел когда-то там в 2004 году в далеком этот far cry молодец знаешь историю какой смысл сейчас проходить его например я не знаю а ведь существуют целые каналы с летсплеями по старым играм которые видимо рассчитывают на то что будут выбивать из людей выжимать из людей просто потоки ностальгических слез но мне кажется что есть если хочется поностальгировать как бы есть другие вещи там старые фильмы или это или сам скачай поиграть зачем смотреть на на старую игру я вот недавно захотел поностальгировать включил на компе фотки бывшей смотрю на нее думаю ёпта нихуя на страшно думаю где у меня раньше глаза то были она же это же пиздец ностальгии не вышло они так описали что замечен постороннего среди среднего роста одет в гавайскую рубашку да на гавайской рубашке можно было остановиться какая разница какого он роста он единственный дурак который здесь в рубашке ходит интересный корабль такой старый раздолбанный голосовая связь работает любых подозрительных происшествиях докладывать командиру а тут полчаса стрельба идет неподозрительно лихо я его успокоил смотрите у него аж кровь из очка полилась двери открывается только если в упор подойти я так понимаю через парни пройти до а вот и выход нет если только она не заваскировалась под одного из наемников двойной ван дам сучки сука он там за пулеметом что ли стоит да когда же это кончится все так часто дохну потому что рак еще раз блять да ёб твою мать первый раз как то лучше было а там еще наверху стоит на посаре пора ставили блять у меня жизни было сейчас ну реально муха насрет и помру да ох уж эти олдфажные шутеры они сука намного сложнее мне кажется современных игр я просто охуеваю точности этого автомата который не может блять попасть еще и в режиме прицеливания вся чувствительность мыши куда то пропадает еще не часто было такое что в шутере русская озвучка по моему о пошла жара делаю успехи отлично так сука не недалеко и всю игру пройти а откуда ты взялся сука чертёныш блять все в жопу последняя попытка нахрен эти дедушкины игры надо было рубрику назвать не ваши игры а дедушкины игры ну столько контрабасов во блять нас кидывали и контрабасов гармонь играй гармонь охренеть вот так и жили запомнишь кто где стоишь потом проходишь а он сдох он то не хочет я чё то не врубаюсь блять почему он такой бессмертный то еще разок сука слышишь это наверно какой то местный мини босс охеренный как тут хэдшоды вообще делать с такой точностью блять как он заебал этот человек сука убить его это блять дело принципа не видел пошли в жопу ну что там гранаты их убила хуй там плавал потому что задержка взрыва у гранаты просто полгода мне кажется можно блять в плать наверное с этого острова до сибири добраться стой 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 он сдох и я сделал это кажется сделал это блять не могу сука ненавижу вас ха 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 бред это полный бред на такой бред способен только олд фажные сука шутаны да в общем Far Cry 4 я не знаю я додумал что успею добежать показать тут каких нибудь монстров но видимо только не на этой сложности да тут и на нормальной сложности неделю наверное надо играть прежде чем до монстров дойдешь до первых причем они так появляются еще классно приходишь в какой-то заповедник разоренный там какие-то клетки типа открытые сначала вообще непонятно кто будет твоим новым врагом он что еще вниз спустился что ли а нет это они нового бойца добавили чтоб жизнь малины не казалась ха 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 пошел нахуй Far Cry все это слишком всегда не любил Ubisoft это пиздец но для своего времени игра прям ну вообще авторитетная правда сейчас она уже просто умерла в моих глазах от старости все надеюсь вы счастливы что эта рубрика обновилась теперь еще десять лет по ней видосов не будет так что что нибудь жми что нибудь пишите все такое спасибо 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 спасибо